Приветствую, уважаемые коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый дед компании TECMIL и сами я, Артур Изятуллин. Ну что ж, европейские рынки акций, американские фьючерсы на индексы находятся сегодня в консолидации после вчерашнего впечатляющего рывка. Отдельный индекс у нас вчера обновили исторический максимум, в частности индекс до у нас превысил исторический максимум в 30 тысяч пунктов. За последние две недели лучшую динамику показывают акции компании с небольшой капитализацией, они в частности входят в индекс Рассел 2000. Здесь его график получается доходности четырех основных индексов США, NASDAQ, S500, Dow и Рассел 2000. И вот видно, что начиная с 10 ноября за две недели у нас максимальная доходность среди этих четырех индексов показала Рассел 2000. Акции компании с небольшой капитализацией, за ним идет Dow, S500 и вот NASDAQ плетется за ними, доходность у него за неделю отрицательная. Это говорит о том, что у нас происходил переток из акций высокотехнологичного сектора, из индекса NASDAQ, из компаний, входящих в индекс NASDAQ в компании, которая у нас зависит от делового цикла, производственной компании, компании с небольшой капитализацией. Еще раз нужно подчеркнуть, что вот эта идея глобального восстановления после объявления результатов об испытаниях вакцины, очень хороший квартал в 2021 году, когда все будет расти, производство и так далее. Это все сейчас учитывается рынком, причем учитывается с некоторой спешкой, поэтому вот как раз таки мы видим опережающую доходность производства индекса Dow и вот компаний, входящие в индекс RASA 2000. Несмотря на консолидацию европейских рынков и фьючерсов, у нас сегодня хорошо ползет вверх нефть, несмотря на все возникающие преграды. Значит, сегодня у нас котировки прибавляли в моменте более 1,5%, затем рост замедлился, перешли они в небольшую коррекцию. Вчера у нас бренд превышал отметку в 48,5$, а также откорректировались у нас вниз, получается, цены. Ускорившийся рост за последнее время, часть его, по крайней мере, можно объяснить классической историей покупая на слухах, напомню, у нас 30 ноября-1 декабря состоит заседание ПЕК, на котором, как ожидается, картель примет положительное решение для рынка. Он продлит ограничение на производство, на добычу нефти, существующее ограничение до конца первого квартала или в лучшем случае до второго квартала 2021 года. Естественно, у нас предложение будет сдерживаться в этом случае, спрос будет расти, будет ускоряться ребалансировка, то есть снижаться запас, ну и цены должны будут расти. Собственно, сейчас рынок пытается учитывать, но, на мой взгляд, у ОПЕК есть, по крайней мере, два довода не спешить сдерживать предложение. Во-первых, это возникшая буквально неделю назад беквардация на рынке. Значит, если мы посмотрим, что представляла из себя фьючерсная кривая, то есть набор цен в зависимости от даты поставки, что она представляла собой месяц назад и что представляет сейчас, вот что у нас было, получается, месяц назад фьючерсная кривая, и вот она сейчас. И вот видно, я вот здесь выделил красные пунктирные линии, это вот участок беквардации. У нас контракты с более ближней поставкой, вот здесь, они стоят дороже, чем контракты с более дальней поставкой. Вот здесь спрос в этом периоде на нефть выше, собственно, поэтому больше предъявляется спрос на фьючерсы. Вот здесь, вот здесь получается меньше. Это все говорит нам о том, что первое полугодие 2021 года рынок, участники рынка, потребители нефти, которые заключают контракты на будущее, они ожидают вот рост спроса, поэтому здесь нефть стоит дороже будущая нефти, грубо говоря. Более будущая нефть, она чуть стоит вот здесь дешевле, да. Тут как бы спрос стабилизируется, да. Вот такая вот одна ситуация возникает, это еще одно свидетельство того, что рынок у нас ожидает вот здесь восстановления спроса и как бы ОПЕК очень странно было бы сейчас еще дополнительно сдерживать предложение. Ну, конечно, возможно, мы не знаем полной картины. Но если вот здесь ожидается спрос в первом квартале, повышенный спрос, то зачем как бы сдерживать предложение, если можно подстраиваться, собственно, под рост этого спроса, постепенно повышая предложение. Плюс у нас еще есть конкуренты в США, которые будут пользоваться вот этой ситуацией. Поэтому ОПЕК сейчас важно не упустить этот момент. Поэтому немного странно вот будет ожидать, что из ОПЕК как бы сильно решит ограничивать дальше предложение. Это первый момент. А второй момент. У нас буквально за месяц вот после победы Байдена, после объявления новостей, получения рынков новостей о вакцине, очень сильно изменился прогноз на первый квартал, какой у нас будет спрос на нефть, что у нас будет с глобальной экономикой в первом квартале. И ОПЕК пока никак не высказывал позицию по этому поводу. То есть у нас нет доступной информации, что думает ОПЕК о резко сменившемся прогнозе экономическом, резко сменившемся и быстро сменившемся прогнозе экономическом на первом квартале 2021 года. Вот в том смысле, что можно будет ожидать от спроса, воздействия на спроса, и как нужно подстраивать предложение. Поэтому со встречи ОПЕК очень все неоднозначно, этот бурный рост цен, который мы наблюдаем, да, очень часто так происходит, что покупают именно перед заседанием ОПЕК, перед вот такими большими событиями и продают после. Это нужно вот иметь в виду, потому что рост у нас очень сильный. Вот. Что дальше? Доллар у нас, он у нас закономерно теряет позиции, продолжает приближаться у нас в метке в 92 пункта. Был у нас сегодня, не сегодня, а на этой неделе получается тест уровня, я напомню, был он, по-моему, у нас в понедельник, сейчас мы это посмотрим. Значит, да, вот у нас был тест, второй тест, вот здесь у нас отскочил, получается доллар, но давление у нас сохраняется на доллар, это очень хорошо вот здесь видно. А что еще нужно заметить по доллару? У нас средневзвешенный по объему торговли курс доллар, это очень хороший показатель того, как у нас американская экономика показывает, насколько она производительна, насколько она хорошая показывает динамику относительно других экономик, относительно стран торговых партнеров. Вот здесь у нас можно видеть, что в этом промежутке времени, в этом периоде ожидалось, что постепенно торговые партнеры США не будут показывать более лучшую динамику, чем в США, это закладывалось в ослаблении доллара. Но нужно заметить, что у нас индекс доллара, вот этот средневзвешенный по объему торговли, он у нас снизился даже чуть ниже, получается, до кризисного уровня, и поэтому непонятно, что, откуда нужно еще найти факторы давления на американскую валюту, откуда они найдутся, где мы их возьмем, получается, чтобы дальше вести доллар вниз, привести к большему снижению, поэтому в среднесрочной перспективе у нас уже значительно произошло ослабление доллара, и поэтому с такой же скоростью он будет уже сложнее снижаться, потому что вот здесь мы будем, так говорить, на докризисном уровне его был некоторый равновесный, будем так говорить, курс. Вот, собственно, он сейчас до этих до этого уровня снизился, и поэтому нужно дальше смотреть, что же еще у нас предложит, собственно, новостной фонд для дальнейшего ослабления доллара. Это, возможно, будет новое фискальное стимулирование, да, которое выгодно отличит США в плане резкого роста денежного предложения, естественно, ослабление доллара, но пока новостей по фискальному стимулированию нет и не предвидится до января. Значит, по экономическим данным у нас вчера вышел индекс потребительских настроений ВП в Германии, которые превысили ожидания, оказались они у нас лучше прогнозов. Несмотря на все ограничения, с которыми столкнулась европейская экономика, которые предприняли власти в борьбе с коронавирусом, у нас очень хорошо идет, развивается европейская экономика, несмотря на эти ограничения. В Германии ВП у нас в третьем квартале вырос ВП чуть большим темпом, чем предполагалось. В то же время по американской экономике ряд данных у нас не оправдал ожиданий. В частности, вчера у нас был релиз отчета о индексу потребительских настроений, который резко замедлился на 6 или на 7 пунктов. В общем, не оправдал он ожиданий. Очень сильно у нас американская экономика зависит от потребления. В частности, потребительские настроения это такой вот лидирующий индикатор того, как будут у нас изменяться потребительские расходы населения. Не очень они будут изменяться, судя по этому индикатору. Как раз на шопинг сезон мы получаем такие нехорошие данные. Собственно, поэтому это также ведет к ослаблению доллара, потому что у нас в плане данных, в плане позитива данных у нас наблюдается больший перевес сейчас на стороне, например, еврозоны, что, собственно, как раз-таки обуславляет сейчас давление вверх, да, наблюдающийся в евро-долларе. У нас был вчера тест, получается, сегодня у нас был тест уровня 1.19.17 и, как ожидается, у нас дальше, после коррекции пойдет у нас вверх доллар. Для этого, естественно, нужно больше данных, нужно получить больше позитивных данных по еврозоне и меньше данных по американской экономике. Но шансы на то, что у нас будет тест в декабре 1.20, они очень высоки, как раз-таки, потому что у нас риск, он на рынке, как мы видим, да, и очень трудно сейчас придумать, выдумать, изобразить какой-то шок, который может этот риск он убить на корню. Особление данных по американской экономике, да, которые мы постепенно получаем, вот, собственно, это факторы, два основных фактора, которые будут создавать давление на долларах и, в частности, в евро-долларе сейчас возникает возможность хорошо войти, я бы рассмотрел уровень 1.18.50 на коррекции для того, чтобы рассчитывать на тест, получается, уже в декабре, да, уровня 1.20. Вот такая вот у нас ситуация стоит на рынках. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, не забудьте поставить лайк. Если же у вас остались какие-то вопросы или комментарии, задавайте их под видео. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.